Я должна сказать, что я очень благодарна за приглашение выступить на этой сессии. Я сказала об этом Аркадию Львовичу прямо с трибуны в самых первых словах. Почему? Потому что это мероприятие, оно абсолютно относится к жизненно важным, да? И оно от жизни не оторвано. И именно речь идет о пациентах, которые, как можно сказать, в общем, являются тем контингентом больных, которые и приходят на амбулаторный прием. Я вот послушала некоторые доклады, касающиеся боли в спине и суставном синдроме. Я говорила о гипертонии. Ну, это именно те люди, в отношении которых мы должны использовать все, что только можно, чтобы их вылечить. Мне очень понравилось и содержание, и представление, и форум. Конечно. Даже не сомневаюсь. Я, как вы знаете, сама педагог. Заведую кафедрой факультетской терапии. Это четвертый курс второго медицинского университета нашего, Пироговского. Я знаю студентов. Я знаю, что они уже и на четвертом курсе достаточно подготовлены. Те, кто действительно хочет быть врачом. И позволю себе сказать, что, соответственно, мы стараемся вот эти последние какие-то достижения, которые здесь обсуждаются, и нашим студентам тоже в лекциях представлять. Ну, посещение такого мероприятия очень даже интересно. Мы готовы сотрудничать и на следующих сессиях наших студентов сюда привлекать. Ну, это сложная история. Конечно, в разряд кардиологических заболеваний относится артериальная гипертензия, правда? И вот, например, стабильную ишемическую болезнь сердца и, конечно, пороки, сердечная недостаточность. Но, наверное, все-таки не будет правильно говорить о том, что все эти пациенты должны направляться к кардиологу. По крайней мере, по гипертонии, если нет дополнительных каких-то проблем, осложнений и нет резистентной гипертонии, о которой я говорила, мне кажется, терапевт вполне может обойтись без рекомендаций кардиолога, если он в курсе новых рекомендаций, знает, какие препараты назначать. Но есть, конечно, вещи, которые без кардиолога не решишь. Например, направление на ЧКВ, на такие методики или решение вопроса об операции. А вот с точки зрения именно подбора медикаментозной терапии, я считаю, что многие вещи может вполне и просто терапевт в первичном звене использовать знания и это делать. Продолжение следует...